На часах 14.00, это программа «Крупный план». Здравствуйте, у меня зовут Владимир Сметанин. В нашей студии я приветствую Алексея Лобастова, руководителя по развитию сферы ЖКХ компании «Актив Комфорт». Алексей, добрый день. Добрый день, Владимир. Ну, само слово-сочетание «Актив Комфорт» довольно новое еще в нашем городе. Я имею в виду на рынке услуг, которые предоставляют управляющие компании. Давайте сразу же ознакомить наших слушателей с тем, что из себя компания представляет, основные постулаты, основные направления деятельности. Пожалуйста. Спасибо. Ну да, «Актив Комфорт» – это термин новый, но на самом деле компания не новая. С начала 2018 года под этим брендом объединены несколько крупных управляющих компаний Октябрьского и Пермайского районов, которые обслуживают порядка полутора миллионов квадратных метров жиле, то есть многоквартирных домов. Данный бренд подразумевает позиционирование инвестиционной концепции развития сферы жилищно-коммунального хозяйства, разрушение устоявшихся отрицательных стереотипов в области ЖКХ. Их немало, мы знаем, да? Да, согласен с вами. Есть проблемы, есть вопросы, которые мы сейчас решаем. Данная программа развития была разработана с учетом применения методик действующих, достаточно успешно действующих в других регионах. Основное направление – стратегия. Подождите, вот поподробнее у нас время есть, будем говорить подробно и максимально доступно. Да, отлично. Другие регионы, вы говорите. Какие? Давайте назовем. Есть много регионов, из которых, мы скажем так, черпали опыт развития. Допустим, раз конкретно, давайте сразу перейдем к открытию нашей компании колл-центр, контакт-центр. То есть действует единый контактный центр, действует он круглосуточно, номер 713-317, куда жители могут уже в течение трех месяцев ежесурочно звонить и оставлять свои любые вопросы, которые касаются обслуживания жилья. Это как раз фишка, так называемая, которая была перенята в другом регионе. Где-то уже это успешно реализовано. Да, значит, мы уже писали об этом, мы в СМИ информацию проводили жителям. Жителям это тоже доводим, на что получили очень положительные отзывы. И начиналось все с того, что, когда стали анализировать обращения собственников по обычному контактному телефону отдела собственников, и очень много жалоб поступало на то, что мы до вас не можем дозвониться, никто не берет трубки, не отвечают. А с чем это было связано? Ну, с тем, что работники заняты, либо телефон занят, разговаривают с кем-то, либо не очень много человек имело возможность звонки принимать. То есть, и решили пойти к кардинальным изменениям. То есть, ввели контакт-центр с многоканальным телефоном, то есть, когда несколько линий обслуживают, когда несколько операторов одновременно могут принимать звонки. То есть, когда в обязанность сотрудника входит не многие какие-то вещи, а именно прием, обработка звонков, которые поступают на эту горе. Причем не просто прием и обработка звонков, а занесение этих звонков в программу, которая действует и обвязывает с собой все ступени исполнения заявок. То есть, житель обращается на номер контактного телефона, оператор поднимает звонок. Дальше, значит, по результатам разговора с жителем заявка оформляется в программу, которая называется ЖКХ. То есть, оператор прямо вводит туда, да? Вводит информацию, вводит информацию ручками. Затем, кто эту информацию видит? Затем эту информацию видит, если, допустим, заявка касается ремонта, допустим, кровли условно, то заявку видит обязательно производственный технический отдел. Инженер эту заявку открывает, просматривает необходимость, значит, формируется задача о том, что по этой заявке должны выйти подрядчики на место, отработать ее, устранить повреждения там и еще что-то. То есть, если, допустим, не ремонта касается содержания, то какие-то другие работы провести. И по факту выполнения, то есть, подрядчик не просто выходит, он выходит с актом выполненных работ, который из программы, опять же, распечатывается ему, и на этом акте выполненных работ после проведения работы обязательно должен житель свою подпись оставить о том, что работа выполнена, и он обратно в программу это так прикладывает. И уже в этом случае заявка считается завершен. Да. Круг замкнулся. Нет еще. Еще не замкнулся, да. Оператор видит, который принимал заявку, видит, что заявка закрыта, и он звонит жителю на тот контактный номер, который жители оставляют, и спрашивает, действительно ли закрыта заявка, все ли сделали так, как вы хотели, в том ли объеме, который вы просили. И если жители это подтверждают, тогда заявка закрыта. Да неужели? Из управляющей компании тебе еще и перезванивают, и отчитываются в том, что работа выполнена. Это просто невидарь какая. Да, но на самом деле мы в начале пути, колл-центр был запущен в тестовом режиме, сейчас мы уже, скажем так, разворачиваемся на полную силу, и первый тест для нас будет, по моему опыту, это впуск тепла. Потому что впуск тепла... Когда отопительный сезон начнется, да? Да, совершенно верно. 2018-2019. Ну, это не когда начнется, именно начало самого отопительного сезона, когда происходит пуст тепла, после летних психологических работ. В нашей практике, практика показывает, что количество заявок увеличивается примерно в три раза. То есть вот, если, допустим, за два месяца у нас, с мая 2018 года, с учетом тестового режима принято 5166 заявок, то есть примерно 50 заявок в день, то нужно рассчитывать, что с пустым теплом цифра будет составлять порядка 150-200. Ну, разумеется, люди будут звонить, интересоваться, где тепло, у меня еще тропы холодные, когда, когда, когда. Совершенно верно. Ну, и для этого колл-центр обязательно увеличит количество операторов, чтобы наше заявление, что в течение 20-30 секунд мы всегда можем дозвониться, что мы проверяем еженедельно. Вот это время оставалось рабочим, и жители могли дозвониться, поставить заявки. Тем более, еще второй вопрос, что программа, она позволяет контролировать, то есть, допустим, если видим, что с одного дома множество заявок поступлено, значит, действительно, это неэдичная, значит, проблема коллективная, проблема коллективная, и нужно на нее реагировать быстрее. То есть, ставить ее в первоочередную, это совершенно верно, в своих задачах. Совершенно верно. А сколько времени отводится на какие-то стандартные вещи для их устранения, там, что-то, лампочку заменить, что-то отремонтировать, быстро восстановить, и затем сроки тоже их есть наверняка. Конечно, конечно. То есть, у нас есть законодательство, есть нормы на проведение работы по содержанию. Ну, соответственно, с этим законодательством, опять же, программа выставляет управляющий компанией и подрядчик, кто будет заявку исполнять, срок исполнения. Соответственно, если заявка касается аварийной службы, то она закрывается максимально быстро, причем с аварийной службой мы тоже договоримся о том, чтобы они эту программу смотрели и заявки тоже по ней исполняли. Естественно, круглосуточно. Что касается содержания, то есть закон законодательства, по которому... Федеральный законодательство. Срок устранения нарушений, поломок и всего прочего, естественно, мы это соблюдаем, и заявки выставляются в программе, исходя из этого закона. Вот что касается обратной связи, что вы сказали, что оператор еще и перезванивает, и уточняет, действительно, все было сделано. Обратная связь действительно устраивает вас в качестве выполнения работы? Что люди говорят? Ну, говорят много чего. То есть, мы же понимаем, в какой сфере мы находимся, но единственное, для чего вообще это все делается? Все-таки обратная связь, она нужна, потому что мы обслуживаем дома, не свои, а дома, которые принадлежат жителям, собственникам. И собственник должен тоже понимать, что ответственность он несет не только в пределах своих квартир, но и в пределах своего дома. И для того, чтобы такой контакт улучшился, как раз для таких целей обратная связь и существует. Ну, я знаю, что эти все заявки, они скапливаются в неком архиве, еще хранятся, еще для того, чтобы затем можно было проанализировать ситуацию, поднять, поднять любой момент. То есть, в целом, система работает эффективно. Жители, когда звонят, оператор сразу предупреждает, потому что разговоры все записываются. То есть, у нас есть возможность посмотреть и сравнить то, что житель просил, что было сделано по факту, или все ли было выполнено и в тех левых. Давайте еще раз озвучим. Ну, номер... Номер... Еще раз закрепить. 713-317, работает круглосуточно. Круглосуточно. Это, соответственно, для собственников тех жилых помещений, которые находятся в управлении компанией Терекомфорт. Человеку из другой управляющей компании... Ну, есть... Есть, в котором мы обслуживаем только те дома, которые приняли решение, собственники приняли решение об обслуживании нашей управлении компанией. Какие заявки для понимания чаще всего поступают? Да, различные. У кого-то лампочка в подъезде не выглядит, у кого-то прибранное подворение надлежащим увозом, у кого-то лечь на марш, там, не поможет. Все... Заявки совершенно различные. У кого-то холодно дома, если это зимой, говорим, у кого-то хотят, чтобы специалист пришел, посмотрел, кто-то за что-то переживает. Поэтому... Кому-то ремонт нужен. Поэтому заявки различные. Они касаются всех сфер деятельности, которые есть в доме. Я напоминаю, что эта программа Крупный план, и у нас в гостях руководитель по развитию сферы ЖКХ компании Актив Комфорт, это Алексей Лобастов. Алексей, давайте теперь поговорим о тех людях, которые непосредственно работают в Комфане, которые выезжают на эти заявки, и поговорим в целом о материально-технической базе. Потому что мы знаем, что тут тоже много проблем заключается, если смотреть рынок в целом. У кого-то нет чего-то, приходится там на суд подряд вызывать и так далее, и тому подобное. В итоге собственники страдают, несвоевременное выполнение. Как у вас с этим дела обстоят? Все-таки вы крупный, не крупный. Да, ну, нужно говорить о чем? О том, что если дом крупный, он может быть крупный, в нашем понимании от 20-30 тысяч квадратных метров, то он может быть теоретически и сможет себя самостоятельно обслуживать, организоваться в ТСЖ, там, или еще что-то. Но если дом 5-10 тысяч квадратных метров, что в основном в нашем городе и есть, то есть средний метраж этих домов, особенно, которые мы обслуживаем, то тут, конечно, ситуация с крупной компанией, она лучше, потому что все-таки раз крупная компания, это несколько обслуживающих организаций и постоянных, в которой полностью от электриков, сантехников, дворников, и есть возможность взаимозаменяемости между ними, да, то есть если кто-то заболел, есть возможность другого на его место поставить. Главное, чтобы работа была сделана, да? Совершенно верно. Чтобы заявка была отработана. Ну и все работают на первый день, знают свой фонд, знают каждый вентиль, да, в доме, поэтому крупная компания, естественно, в этом плане больше может сделать, чем мелкая. Руководство компании Актив Комфорт требовательным своим сотрудникам, чтобы в срок, чтобы на работу вовремя. Я думаю, что это очень важный факт. Любой уважающий к себе директор требует к своим сотрудникам, тем более в рамках соблюдаемой дисциплины трудовой. Давайте сейчас поговорим об открытии территориально ориентированного первого центра обслуживания. Что это такое? Поясните. Все, скажем так, утекает одно из другого, да? То есть у вас есть своя программа, которая позволяет обслуживанию, принимать заявки для населения, то, естественно, есть и программа, которая позволяет обрабатывать, скажем так, лицевые счеты. То есть все понимают, мы понимаем, что у каждого жителя есть свой лицевой счет, на который ему начисляется оплата за жилищно-коммунальные ресурсы и, соответственно, у всех есть свои права и обязанности. Обязанность управляющей компании качественно и правильно обслуживать дом, обязанность жителей эти услуги вовремя и самоплачивать. Для того, чтобы это было правильно учтено и сделано, мы открыли свой центр служебного населения, который находится на улице Большого 5, где у нас работают бухгалтера, паспортисты, куда можно оборудоваться с любым вопросом, который житель хочет задать своей управляющей компанией. У него обязательно принят заявление и на все вопросы естественно ответы мы тоже в письменной форме предоставляем. Опять же, в сроке установленного договора о управлении законодательством Российской Федерации. Еще раз повторю, что расчетный центр в основном действует по двум направлениям. Это паспортное обслуживание, то есть вопросы прописки, совершенно верно. Жители могут обратиться по вопросам прописки, снятия, постановки на учет, различные справки это первый момент и второй момент это обслуживание по расчетам. Расчеты мы проводим только по своей услуге, то есть по услуге содержания. Соответственно, по всем вопросам, которые указаны в квитанции, выставленной управляющей компанией Кивкомфорт, житель может обратиться либо лично, либо по телефону. Значит, 222-792 это телефон бухгалтеров, которые ведут консультации по начислению и 222-592 это телефон паспортистов, которые ведут консультации по вопросам прописки. видимо, у меня поток желающих большой получить услуги, да, часто получаем жалобы там очередь, случается такого? Или как-то тоже регламентированно стараясь работать здесь, раздвонить потоки? Квитанцию управляющие компания выпускают ежемесячно, то есть 11 месяцев. После выхода квитанции, естественно, поток людей, желающих задать вопрос, увеличивается. То есть это происходит там в течение 1-2-3-4 дней и потом все-таки работа становится плановой, тоже стараюсь приезжать туда еженедельно рассмотреть, каким образом происходит обслуживание населения. И после выпуска квитанции, да, на клубе населения бывает, но это все в течение 2-3 дней спадает в обычном режиме. Значит, еще раз тогда добавлю телефончик 222 792 это бухгалтера по расчетам и 222 592 это паспортисты. График работы расчетного центра с 8 утра до 5 вечера 5-дневной рабочей недели то есть с понедельника по пятницу суббота воскресенье и ухедневе. Кстати, да, немножко вернуться хочется назад когда я вас спрашивал о людях, которые непосредственно сотрудников которые трудятся в компании Техкомфорт а что касается материально-технической базы тут поподробнее можно? У вас техника в наличии вся, инструментарий всевозможный да, смотрите по законодательству управляющей компанией это организация которая принимает договор о управлении но для обслуживания управляющая компания должна привлечь либо специализированную организацию либо самостоятельную осуществлять чаще всего не крупные управляющие компании услуги оказывают самостоятельные а крупные такие как наши они для оказания услуг заключают договоры точнее со специализированными обслуживающими организациями то есть организации эти созданы до вчера недавно у них полный штат полный комплект работников и соответственно с материально-технической базой тоже все обстоит хорошо соответственно обслуживание происходит по всем услугам которые прописаны в договоре управления и по всем услугам заключены договоры со специализированными организациями которые эту услугу выполняют то есть допустим обслуживание лифта выполняют свои организации ну с мусором тут отдельный вопрос у нас региональный оператор с первой ныряночной да мы все готовимся к нововведению да значит содержание жилого фонда обслуживает тоже организация специализированная которая еще раз повторюсь в своем штате полна специалисты набор имеют и дворники и электрики и сантехники если зря и все да кстати надо понимать что сейчас могут нас не могут а слушают действительно людей которые подумывают много управляющей компании о том чтобы может быть устроиться на работу в управляющую компанию персонал требуется об этом аудитории говорить ну персонал требуется нам не скажу что прямо срочно и сейчас у нас но со специалистами нет как считается хороших специалистов их иногда не с огнем они всегда нужны Владимир я с вами согласен целиком и полностью хороших специалистов их всегда и везде не хватает поэтому если кто-то решил связать с ЖГХ то вакансии мы обычно выкладываем в газетах и в службе занятости то есть они у нас бывают телефон в принципе наш мы тоже можем дать 248401 если кто-то хоть понимает что либо всю жизнь в этом работала и хочет дальше это продолжить либо хочет себя попробовать то милости просим да хочу сейчас поднять еще одну сторону деятельности компании актив комфорт это проведение общественно-социальных мероприятий давайте подробнее на этом сосредоточимся и субботники и дворовые праздники и конкурсы какие-то да тоже очень немаловажная сфера деятельности актив комфорт совершенно верно на самом деле наше глубокое убеждение что управляющая компания в первую очередь должна с жителями разговаривать то есть большая управляющая компания должна разговаривать много разговоры они вот вот разговоры с собственниками в такой скажем так парадигме когда проводятся праздники когда организуются мероприятия он помогает понять что управляющая компания нигде там далеко находится то есть она сама приходит по учителям она с ними сама общается особенно особенно когда праздники проводятся по каким-то мероприятиям которые допустим значимы для всех например приведу пример допустим 9 мая мы проводили во дворах праздники и жители были очень удивлены где конкретные дома значит район хотя бы в центре мы здесь проводили на Карла Липних то есть и для жителей было удивлением допустим узнать что у них в доме живет ветеран великой честной войны посидеть с ним на лавочке поговорить тут же была устроена пылевая кухня значит варилась каша пелись песню фронтовых лет под гармонь под гитару то есть это все было здорово кто-то вот бабушки некоторые вспоминали эти времена кто-то был ребенком еще то есть ну мы понимаем что у нас ветеранов все меньше и меньше становится но вот дети военные то есть они еще не такие пожилые то есть они все помнят как это все тяжело проходило вот ну это скажем так не совсем такое веселое мероприятие у каждого в семье кто-то погиб кто-то участвовал да но это все объединяет в любом случае жителей есть такой праздник замечательный называется День соседей мы его тоже на филе праздники проводили а помните это в календаре когда он ну месяц хотя бы в начале июня в начале июня в начале июня где-то с международным днем защиты детей гитаря да 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 то есть этот праздник он посвящен тому чтобы соседи просто вышли во двор поговорили друг с другом пообщались потому что не секрет что очень часто люди даже на одной лестничной клетке там не всегда здороваются друг с другом либо не живут либо квартиросъемщики живут для того чтобы такая ситуация скажем так общение между жителями наложилось вот мы и придумали такой праздник и было очень приятно смотреть на реакцию людей когда они общаются друг с другом знакомятся но и видят что управляющая компания здесь рядом а кстати очень важный момент инициатива проведения таких мероприятий она от кого исходит кто кто говорит а давайте соберемся на самом деле все эти инициативы обязательно то есть два инициатива может быть управляющая компания сама может быть житель вот когда житель инициативу проявляют и управляющая компания в этой инициативе ему помогает тут получается все стрелочки сходятся в одно место и праздник получается просто замечательным особенно если есть активность всех если люди знают зачем это происходит для чего они все собираются вместе значит ну это то что касается праздников то что касается нашей работы весенней то есть мы весной очень много сделали субботников для жителей то есть субботники это уже не просто праздник это все таки уже работа на благоустройство прилегающей территории наших домов то есть все мы знаем что после зимы очень много мусора если снег вытаивает чтобы разум прибрать весь фунт нужны большие ресурсы для того чтобы для активных жителей управляющая компания решила помочь санитарем совсем то есть если есть желание мы организовывали субботник то есть не просто организовывали санитарь наши работники выходили помогали чтобы веселее было устраивали чаепитие для жителей тоже по завершению собственно конечно по завершению и тоже такие мероприятия прошли интересно и жители то есть немножко поработали попили чаю пообщались все разошлись и остался результат чистый двор как вы работаете расскажите пожалуйста самыми активными жителям многоквартирных домов которые зачастую председателями многоквартирных домов выступают у вас есть особое особое внимание да ну по законодательству еще председатель многоквартирного дома это скажем так должность она с одной стороны такая так общественная с другой стороны она очень сильно помогает коммуникации между управляющей компанией и жилым домом для того чтобы председатель понимал и мог свою вот позицию управляющей компании свою донести до жителей мы устраиваем для них школу председателя то есть это скажем так обучающая такая программа которая помогает разобраться жителям во всех хитросплетениях нашего законодательства то есть стараемся на простом языке объяснять чем изменение того или иного закона то есть нам принесет какие изменения она подносит в нашу ежедневную работу в какой форме это происходит вы председателей приглашаете в назначенное время в назначенное час приглашаем председателей где-то выбираем помещение в котором все будет удобно где есть проектор где можно наглядность создать готовим программу с ними с председателями созваниваемся и договариваемся на встречу и в течение года таких встреч председателями нет наверняка они приурочены вступлению в силу каких-то изменений тех законов то есть не обязательно у нас допустим есть различные скажем так месяца в ЖКХ наши внутренние скажем так даты это начало отопительного сезона окончание отопительного сезона начало зимы окончание зимы весеннее соборье начало начало ремонтных программ потому что основная ремонтная программа особенно на фасадах они выполняются летом то есть чтобы подготовиться естественно планы все приниматься должны заблаговременно это в начале скажем так года зимы ясно ну все мы конечно в реальном мире живем мы все равно вот я думаю что несмотря на все объяснения разъяснения со стороны управляющей компании все равно найдутся люди которым мало что понятно которые всегда будут считать что где-то там управляющая компания лукавит можете вы таких людей пригласить к себе показать как вы работаете обязательно причем не можно какой-то такой день открытых дверей устроить в конце концов не просто можно мы это уже сделали день открытых дверей проходил совсем недавно это было две недели назад у нас он проходил в пятницу в управляющей компании где все сотрудники управляющей компании были открыты для диалога с жителями то есть очень много жителей к нам пришло все посмотрели чем занимается работник управляющей компании где он находится где сидит из чего состоит его рабочий день что у него там в компьютере находится когда он смотрит при разговоре с жителем все смогли задать интересующие их вопросы то есть мы опять же провели презентацию показали работу всех отделов и причем совместно это сделали с представителями господинспекции они тоже провели прием и жители могли задать все вопросы их интересующие и естественно любое обращение жителей оно является официальным оно официально документируется и управляющая компания на любое обращение жителей обязательно предоставит ответ в планах и дальше проводить такие двери устраивать регулярно как я уже говорил управляющая компания с жителем должна быть открыта то есть она должна с ними разговаривать должна находить общий язык и должна приходить и на жалобы и на письма обязательно должна реагировать чем мы будем заниматься в дальнейшем у нас остается буквально две три минуты до конца нашего разговора я напоминаю что в гостях сегодня у нас Алексей Лобастов руководитель по развитию сферы ЖКХ компания актив комфорт собственно планы на будущее основные какие то направления которые вы продолжите развивать опять же опять же с прицелом на то чтобы это было комфортно удобно непосредственно потребителям жилищно-коммунальных услуг да значит ну планы на будущее у нас серьезные мы будем продолжать развивать клиентоориентированность будем улучшать обслуживание будем улучшать качество обслуживания значит развивать наш контакт-центр чтобы и обязательно будем проверять чтобы все обращения жителей не оставались без реакции есть есть у нас в планах задумка открыть еще один центр обслуживания чтобы они в шаговой доступности кроме чем на большего пять да еще раз вот вот в принципе этим мы будем заниматься плюс проводим аудит подрядных организаций смотрим как выполняется заявка жителей как производится ремонтная работа и в процессе выявления каких-то не совсем качественных услуг будем это все корректировать и улучшить ну в том числе видимо речь идет о том чтобы перенимать продолжать такой позитивный прогрессивный опыт обязательно который используется в других регионах в других городах может зачастую равняемся на столице в том числе я думаю что конечно есть регионы в которых опыт есть серьезный позитивный накоплен ну и нам тоже есть что показать вообще на самом деле в конечном счете всегда все держится на обычных сотрудниках которые работают с утра до вечера ежедневно вот и которые может и большинство из которых уже работает не один год в этой сфере и вот с такими людьми мы дальше идем спасибо Алексей Лобастов директор простите руководитель по развитию сферы ЖКХ компании актив комфорт мы обычно в конце этих бесед завершаем контактами то же самое я хочу попросить у вас как связаться как обратиться еще раз напомню телефон контакт центра 713-317 и телефон расчетного центра это 222-792 бухгалтера по консультациям и телефон паспортного обслуживания 222-592 спасибо всего доброго до свидания до новых встреч всего доброго